Урок 7. Настраиваем аккаунты, часть третья. Особенности Uplay, Battle.net, League of Leggings и GOG. Аккаунт Uplay. Двухфакторная аутентификация, а здесь она носит гордое имя двухэтапное, поддерживает приложение Google Authenticator и доверенное устройство. Тут все точно так же, как и в Origin из прошлого урока, поэтому не будем на этом останавливаться. А вот на что обратим ваше внимание, так это на историю авторизации в разделе «Безопасность». Там перечислены пять последних входов под вашим именем. И периодически очень советуем проверять этот раздел. И если вдруг вы заметите в списке незнакомые места или устройства, то сразу, слышите, сразу же смените пароль. И при этом сеансы на всех устройствах будут завершены. То есть тех, кто тайком пользуется вашей учеткой, просто выкинет из нее. Что касается настроек конфиденциальности, то их тут нет. Да, это скорее плохие новости. Личная информация, например, почта, имя и дата рождения, не показывается никому. А вот имя пользователя, аватар и часть игровой статистики, такие как уровень аккаунта, некоторые достижения и список купленных игр, поданы всем на блюдечке с голубой каемочкой. Для этого даже в друзья добавляться к вам не надо. Ну, то есть мошеннику очень легко понять, активный ли вы игрок, что вас интересует и какими фишинговыми сообщениями вас закидывать. Но тут есть и плюс. Пока злоумышленник не добавится к вам в друзья, он не сможет писать вам сообщения. Угу. А почту вашу он не знает. А-а. А значит, если не будете одобрять запросы на дружбу от кого попало, то защитите себя от многих рисков. На этом с Юплей, пожалуй, и все. Аккаунт Battle.net. В настройках Battle.net в разделе «Информация о записи» можно привязать учетку к телефону, и это очень полезно. На него будут приходить уведомления безопасности. Например, вас проинформируют, если кто-то изменит пароль или настройки безопасности, или, скажем, аккаунт заблокируют из-за подозрительных попыток входа. В разделе «Безопасность» можно настроить секретный вопрос и двухфакторную аутентификацию, для которой, кстати, используется отдельное приложение Blizzard Authenticator, доступное как в App Store, так и в Google Play. И так же, как и в Юплей, в Battle.net можно посмотреть последние входы в аккаунт, в самом низу раздела «Безопасность». Ну а что с этой информацией делать, вы уже знаете. В вопросах конфиденциальности пользователю Battle.net предоставлена куда большая свобода. Для начала можно настроить видимость профиля, а также игр и ссылок в нем. И тут, как говорится, все на любой вкус и цвет. Можно сделать эту информацию публичной. Можно только для друзей. Или вовсе приватной. Также в Battle.net есть функция «Настоящее имя», которая включается в настройках конфиденциальности на сайте. Если она включена, вы можете делиться своим настоящим именем при отправке и принятии заявок в друзья. Причем вы будете решать, сделать это или нет, в каждом конкретном случае. Если функция выключена, то во всех заявках в друзья будет использоваться только ваш ник. Зачем она вообще нужна? Эта функция открывает дополнительные опции. Например, межигровой чат и возможность просматривать списки друзей друг друга. Использовать настоящее имя или нет, решать, конечно, вам. Но если включите эту функцию, то показывайте имя только проверенным людям. А стандартная блокировка пользователей, возможность запретить людям не из списка друзей и отправлять вам сообщения и невидимый статус в Battle.net тоже есть. Аккаунты League of Legends и GOG. С точки зрения безопасности, эти аккаунты ничем не выделяются. Их возможности ограничиваются базовыми настройками, о которых мы говорили в уроке 5. Отметим лишь, что и там, и там двухфакторная аутентификация включена по умолчанию. И это хорошо. Пусть возьмут с полочки пирожок. Но коды приходят только на электронную почту. И это плохо. Так что пусть вернут пирожок. С настройками конфиденциальности в League of Legends так же скудно. Но, впрочем, из личной информации в профиле запрашивают разве что только почту, которая никому не показывается. А вот вашу игровую статистику видят даже те, кто не в друзьях. Так что будьте бдительны в игровых чатах, чтобы не стать жертвой находчивого фишера. А вот в GOG с приватностью поинтереснее. Там в разделе «Конфиденциальность» можно выбрать, кто сможет писать вам сообщение. И отдельно настроить, кто будет видеть вашу активность, друзей, игры и виш-лист. И еще вы можете скрыть аккаунт. Тогда вас не смогут искать по электронной почте, имени пользователя и через рекомендации друзей. Ну, как поступать со всеми этими настройками, решать, конечно, вам. Но наш вам совет — лучше не светить данные профиля всем подряд. Ну что, с игровыми аккаунтами все? А вот и нет. Еще же есть консоли. И о них-то мы поговорим в следующий раз.